Каждый день десятки жителей в районе магазина Киргу рискуют оказаться на больничной койке. Оживленную дорогу они пересекают как получится, лавируя между несущимися автомобилями. Нам же надо, мы каждый раз не можем идти сюда, держать ребенка руку и переехать. Как в школе ребенок? В результате автонаезда Заграунчаева несколько лет назад потеряла внучку. Сейчас женщина опасается за жизнь остальных внуков. У меня внучка умерла, у меня осталось две внучки. Что я должна их тоже похоронить? До ближайшего перехода несколько сотен метров, что крайне неудобно для людей. В этом районе десятки домов. Сегодня жильцы вышли на трассу, чтобы обратиться к властям города. Махачкалинцы просят установить надземный переход. Мы хотим, чтобы нас лишили, чтобы помогите, пожалуйста, нам или открывать эту дорогу пешеходную, или сделать нам надземную дорогу. Видеть, что толпа людей стоит, никогда не остановит. Нет никакого уважения, нет безкультурья. Вроде бы Дагестан, он должен просветать, но у нас все-таки безкультурья. Не осознанные люди, нет уважения. Пусть обратят на это внимание, пусть придут, в каких условиях здесь живут. Если мы будем получать огромную зарплату, хотя бы 50 тысяч в месяц, мы сделаем, но никто не получает такую сумму. О том, что в этом районе был когда-то пешеходный переход, напоминают лишь дорожные знаки. А зебра давно устерлась. Когда дорогу строили, нам сделали пешеходную дорогу. Это очень хорошо, спасибо им большое. И потом нам сделали вот это, пешеходную, чтобы проходить, переход сделали нам. А сейчас взяли, кто-то пришел и закрыли. А мы не знаем, почему ее закрыли. А сейчас нам приходится туда идти, напротив движения, с маленькими детьми. Сейчас они в школу пойдут. Они одни пойдут. Как они пойдут? Страдают не только взрослые, но и дети. Скоро начнется учебный год, и все дети ежедневно будут отправляться в учебные заведения. А чтобы добраться до необходимого места, горожанам приходится делать огромный круг до следующего светофора, который находится на очень отдаленном расстоянии. Здесь нет светофора. И ни один водитель не останавливает. Если даже один остановит, ребенок проходит, второй едет. Это просто невозможно. Нам нужно обязательно, чтобы делали надземный переход. Потому что и в школу ходят дети, и в садик ходят. Ну, просто невозможно переходить. Ситуация, когда несущиеся фуры не успевают перед переходом затормозить, здесь не редкость. Плотный трафик с объездной, отсутствие светофора и льхопотомост, битые пешеходы, травмы и каждодневная опасность для махачкалинцев. По рассказам горожан, там ежедневно происходят разного рода ЧП. Нам нужен надземный переход, так как это федеральная трасса, и очень перегруженная дорога бывает. Мы переживаем за своих детей, за своих близких. Вот перед вашим приездом здесь как раз на красный свет КамАЗ даже пролетел, он не смог остановиться. Потому что большегрузные машины, они разгоняются. Также и легковые машины разгоняются. Нам нужен надземный переход. Жертвы были до того, как эту дорогу сделали, жертвы были. Соседка погибла под колесами. Горожане надеются, что власти их услышат. И возможно в скором времени они будут переходить дорогу, не нарушая правил дорожного движения.